Жители республики, впервые оказавшиеся в непростой жизненной ситуации в связи с пандемией, порой не знают ответа на многие важные вопросы. Вчера на некоторых из них в прямом эфире Национального радио Чуваши отвечал временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев. В республике действуют несколько ведомственных горячих линий. Они работают круглосуточно, в таком же режиме, выполняют свои функции рабочая группа, созданная на днях при оперативном штабе. Сегодня ее члены провели прямую линию на Национальном телевидении Чуваши, Национальном радио и Таван радио. Министр здравоохранения Владимир Степанов рассказал про оперативную обстановку, подчеркнув при этом, что медики республики готовы к возможному напряженному графику. Больше всего радиослушатели и телезрители волновали вопросы собственной безопасности. Они спрашивали, как контролируют власти поезда и автобусы, прибывающие в республику. В целях обеспечения ежедневной и плановой работы по обеспечению контроля, выявлению новых лиц, как раз были созданы, как уже было отмечено, 27 марта, мобильные группы, куда входят представители всех основных ведомств и органов местоправления. Могу доложить, что только за вчерашний день было создано 38 мобильных групп по республике. В результате им было отхвачено более чем 570 адресов по проверке лиц данной категории. Будет привлекаться к административной ответственности лицо по статье 6.3 кодекса об административных правонарушениях. Это нарушение законодательства области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Это тоже новая, скажем так, санкция, которая вступила в силу с 1 апреля, со вчерашнего дня. В этой ситуации граждане, которые находятся в режиме карантина, которые либо заболели, либо общались с заболевшими людьми, в течение 14 дней находятся, им предусмотрено наказание в виде штрафа от 15 до 40 тысяч рублей. Это при условии, если это не привлечет каких-либо иных тяжких последствий. Где можно сдать тесты? Нужно разделить, во-первых, категорию пациентов или жителей республики на две категории. Это так называемые подозрительные, которые прибыли из эпидемиологических стран по коронавирусной инфекции. Наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находясь под наблюдением по коронавирусной инфекции. И наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз коронавирусной инфекции. Это вот первая группа. И вторые пациенты – это те, которые хотят сдать анализы и хотят узнать о своем состоянии, есть ли у них эта инфекция или нет, так называемые условно-здоровые люди. Но для здоровых, значит, сдать анализы на инфекцию можно в лаборатории Центра гигиены Роспотребнадзора, где проводятся все эти исследования. Также в дополнение подключился Центр СПИД. Как идет дезинфекция в многоэтажных домах и на улицах? Ежедневно управляющие компании и товарищество собственников недвижимости отчитываются в администрацию о проделанной работе, о том, сколько подъездов они продезинфицировали. У нас были и обращения жителей, которые сказали, что они не видят, как дезинфицируют подъезды. Информацию об этом мы разместили на официальном сайте. Многие ждут, когда начнут реализовывать меры поддержки как физическим, так и юридическим лицам. И хотя точка отчета во многих случаях названа 1 апреля, жители должны понимать, что механизм заработает не сразу. Рекомендации, законодательные акты готовятся на уровне федерального правительства и лишь потом уходят в регионы. Но все они будут выполнены в обязательном порядке. В этом нет сомнений. Такие прямые линии будут продолжены. Господи.